Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать бой на танке Леопард прототипа. И данное сражение, конечно, интересно в плане того, что игрок неплохо будет настреливать урон издалека, но также он при этом всём будет сражаться против нескольких противников, ещё и на не самых таких близких дистанциях, ну на средних примерно. В общем, что будет, если Леопард попадёт в такую сложную ситуацию, когда нужно будет отбиваться против нескольких противников. В общем, мы увидим в этом видео. Также, друзья, вы можете выиграть золото, а для этого вам всего лишь нужно в комментарии указать свой игровой ник и досмотреть видео до конца. Всё довольно просто и эффективный, простой способ выиграть золото. Я считаю, что им стоит пользоваться. Кроме того, друзья, подключайте новый набор Amazon Prime. Tank Rock называется. Уникальный 2D стиль в стиле Rock'а. Также ещё уникальная наклейка, 3 дня према и, конечно же, премиум танки. ИС-3 с механизмом заряжания, АМХ-1357 и другие танки в наборе в этом очень хорошо себя проявляют. И, в общем, набор действительно годный. По ссылке в первом закреплённом комментарии приобретайте, получайте себе на аккаунт. Итак, разработчики добавляют в игру новый танк, пока что только на тест. Это Astron Rex 105 мм. Вчера я более подробно данный танк анализировал. Мне лично не очень понравилось то, что у этого танка долгая перезарядка между выстрелами. 4,5 секунды. За это время некоторые танки 8 уровня 1 выстрел практически делают, а тут между выстрелами. Ещё и барабан очень долго перезаряжается, и плохая точность 0,43. Но при этом у танка всё-таки барабан на 5 снарядов, 320 альфы. Вот если бы у него было бы барабан на 10 снарядов, вот это я бы тогда понял бы. Перезарядку 4,5 секунды. Ну или хотя бы 8 снарядов. Также у этого танка есть броня. Она, может быть, не столь эффективна. Но, тем не менее, там 220 мм во лбу башни. Может быть, что-то и будет танчить. Но это нужно смотреть, в общем-то, на деле. У него там ещё лючки на башне. Чем-то смахивает данный танк на ренегата отдалённо. Мобильность у него, кстати, плохая. Всего 13,5 лошадиных сил на тонну. Вот если бы у него было где-нибудь там 16-17, вот это я понял бы. Ну, в общем, танк такой вот надубительный. Хотя, конечно, это ещё тест. И, возможно, характеристики подкрутят. И, может быть, даже сделают имбу. И, друзья, стали известны подробности, какие танки будут в следующем боевом пропуске. И на данный момент это АМХ-50Б, КС-63 польский танк и ФВ-215... Ой, ФВ-217, извиняюсь, Бэджер. Соответственно, вот эти три танка, они будут участвовать в боевом пропуске в следующем сезоне, который будет длиться 3 месяца. Соответственно, успейте старый сезон закончить. Ну, пока у вас есть время, новый сезон выйдет в июне. Соответственно, времени, конечно, не так уж много уже осталось. И ещё стоит отметить, что вот этот боевой пропуск будет давать, естественно, 2D-стиды для этих танков. Хотя для многих уже из них и так они существуют. Некоторые изменения по характеристикам некоторых танков. Давайте взглянем, посмотрим, что у нас тут такого интересного. Разработчики натворили. Ну вот, если присмотреться, у нас тут изменения по танку 9 уровня. Очередные уже, не знаю, пятый раз подряд меняют там что-то у танка ТНХ-ТВЗ-51. Орудие у этого танка, барабанное. Разброс от поворота башни был 0.10, стал 0.12. Максимальный 2.61 был, стал 13.13. Скоростреленность орудия была 4.53, стало 4.23. Заряжание орудия было 23.97, стало 25.89. Время сведения 2.4 было, стало 25.9. Разброс на 100 метров был 0.36, стало 0.38. Средний урон минуту был 1995, стал 1860. В общем, занерфили этот танк. Зачем-то разработчики, не понимаю, зачем они это делают, но понемножечку уничтожают новую ветку, как мне кажется. И, конечно, друзья, сейчас идет марафон. Ну, если хотите, можете его выполнять. Если не хотите, можете и не выполнять. Сейчас, в принципе, погода хорошая. Может быть, ну его нафиг. Танк сам по себе, на мой взгляд, довольно посредственный. И мне кажется, что марафон абсолютно провальный. То есть, разработчики выбрали очень неудачный танк. Ну, как бы и времен, понятно, такое не самое приятное, чтобы играть в жару. Ну, хотя кому как, конечно, но тем не менее. Так что, друзья, думайте сами, стоит ли выполнять этот марафон. Но единственное, что я вот отмечу, что потребуется огромное количество времени, чтобы пройти этот марафон на усердие, по крайней мере. Там около, по-моему, 250 тысяч чистого опыта нужно. Это очень много. Там сколько марафон будет длиться, то есть, с сегодняшнего дня до 31 мая. То есть, 10 дней. Это в среднем, я не знаю, ну где-то по часа 3-4 надо играть, как минимум, чтобы пройти этот марафон. Ну, и получить танк бесплатно. Стоит оно того, это, конечно, вопрос. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы поиграть на сайте WorldHub. Постараюсь выиграть какие-либо интересные игровые ценности. Итак, начнем же. Будем открывать кейсы инкогнито. Кстати, не забывайте пользоваться бонусами. Вот сверху кнопочка «Можно выиграть премтанк». Например, Супер Першинга сейчас конкретно. 7 дней премиум аккаунта. Ну и другие всякие плюшки тут имеются. Итак, давайте открывать дальше. Чуть больше 2000 рублей я положил на счет. Посмотрим, что из этого выйдет. О, отлично. Премиум танк Т-26 Е5. Ну и все, я уже отыгрался. А еще, в принципе, имеется порох в пороховницах, как говорится. Еще есть шанс выиграть что-то по цене даже. Ну, вряд ли, что ценнее еще будет. Но еще что-то тоже неплохое может выиграть, я думаю. Хотя, кто знает, мой путь и второй раз премтанк упадет. Но это маловероятно, потому что слишком будет удачливо. Так, на этом все, друзья. Ссылка на сайт в описании, если интересно. Также, друзья, с сегодняшнего дня, ну, плюс еще выходные, у нас доступно ЛБСЗ. Попасть в топ-10 по опыту в своей команде, можно получить в два раза больше опыта экипажа. Ну, полезно для прокачки экипажа, если у вас там слабый экипаж. Или, может быть, если просто хотите максимально забустить свой экипаж, чтобы после переделки экипажа быть, так скажем, в топе. Вторая ЛБСЗ. За любое количество боев нанести противнику 10 тысяч единиц урона. Четыре большие ремки. Ну, это, конечно, совсем маловато. И далее, за любое количество боев нанести противнику 55 тысяч урона. Орудийный досылатель второго класса. Ну, в целом, акция довольно-таки простенькая, но не забывайте, что как бы сейчас марафон проходит, а значит, вы будете получать разнообразные плюшки, ну, проходя марафон. В любом случае, даже если вы его до конца не пройдете, ну, что-то вы получите хотя бы за выполнение там одного, двух, трех этапов. Ну, три этапа проходят вообще элементарно. А вот дальше там как бы подстава. И, естественно, будет сложнее. Но так можно получить за марафон 1 миллион серебра. Также танчик, естественно. Там всякое оборудование. Экипаж за боевым братством. Боновые расходники. Резервы на опыт и уникальный 3D-стиль для самого танка. Кстати, сейчас вы можете видеть, как выглядит этот Astron Rex. Ну, естественно, он тут без текстурки. Модель еще не доделанная. Ну, в принципе, можно заценить некоторые характеристики, особенности данного танка. Выглядит он все-таки, как мне кажется, слабовато. Даже вот если с Лорейном сравнивать, и то он даже Лорейном, мне кажется, уступает. Но, может быть, я чего-то не понимаю, потому что бывает такое, что кажется, что танк не очень, а на деле весьма даже хороший он. Кстати, определился танк, который будет по скидке в следующем месяце. Это у нас ветка к Е50М. Игроки проголосовали на форуме. Остальные две ветки выберет Wargaming. В целом, что можно тут сказать? Ну, Е50М неплохой танчик. Особенно мне нравится больше 9 уровень. Е50 вообще один из моих любимых танков игры. Так что его я очень рекомендую его к прокачке. Ну, и давайте посмотрим данный бой. В конце, правда, некоторая халява. Игроку досталось и арта, и вафля. Но все равно такая развязка весьма необычная. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok